Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Одну секундочку. Собственно, продолжаем анализировать ситуацию, которая складывается на финансовых площадках. Продолжаем копаться в статистике, в новостях и строить наши долгосрочные инвестиционные идеи по самым популярным валютным инструментам и не только. Насколько вы сами могли убедиться, рынок в прямом смысле продолжает ролировать. При этом эта тенденция сейчас характерна не только для рисковых активов, но и даже для доллара, если посмотреть в ту же самую пару доллар-японская иена. В частности, вчера у нас вырос практически весь спектр финансовых активов. Вот такой вот парадокс. Это мы наблюдаем схожую динамику. Если у нас обычно есть подтверждение уже в плане того, что мы видим по дневным свечкам, подтверждение укрепления рисковых инструментов, мы понимаем, что, скорее всего, можно увидеть аналогичную слабость доллара. Ну, если вы, в частности, посмотрите вчерашний день, то сможете увидеть, как росли и евро, и фунт, и австралиицы, и новозеландецы. Американская валюта также выросла. Выросли доходности американских трежер. И, собственно, вследствие этого мы и наблюдали позитивную динамику на американском рынке и, в частности, в долларах. Вырос американский фондовый рынок, вырос рынок сырьевых активов, золото черное, обычное золото, медь, железная руда. Все сейчас в плюсе. Я считаю то, что мы на текущий момент наблюдаем некоторую разнополярность мнений. И вот как ветра сходится, опять же, в позиционировании в отношении тех инструментов, которые мы торгуем, сейчас по факту турбулентности мы вправе рассчитывать на какие-то серьезные сломанные развороты, которые должны последовать в ближайшее время. Ну, самое важное, мы должны обратить внимание на те активы, по которым изобилует фундамент, поскольку это будет правильно сейчас. Поэтому давайте начнем, как и всегда, с рынка нефти и посмотрим, что у нас наблюдается сейчас в отношении этого инструмента и этого актива. Клон с вчерашнего дня – 51,76. Сейчас актив торгуется на отметке 51,95. Если подводить итоги вчерашней торговой сессии, то можно сразу же сказать, что цены на нефть действительно по бренду и по WCA смогли добраться до двухнедельного максимума. Почему это произошло? Потому что участники рынка отреагировали положительным образом на сообщение о том, что министры энергетики Саудовской Аравии и России якобы в ходе очной встречи достигли договоренности и вследствие этого обгаковали заявление, в котором сказано о возможности продления действия энергетического факта на определенное время будущего. То есть раньше, как вы помните, мы с вами ориентировались при позитивном сценарии, что действие энергетического факта будет продлено до конца 2017 года, то есть пролонгация сделки на 6 месяцев вперед по окончанию первого полугодия 2017 года. Так вот, исходя из тех заявлений, которые были опубликованы вчера, следует то, что сделка может быть продлена на 9 месяцев, то есть до марта 2018 года. При этом я пытался найти какое-то подтверждение, четкую формулировку вот этого документа, договоренности, но не смог. Кто-то говорит то, что министры энергетики Саудовской Аравии и России обозначили необходимости продления, кто-то говорит о том, что они поддержат, если такие инициативы будут обозначены со стороны прочих участников этого факта. Кто-то говорит то, что документ уже подписан, но если документ подписан, тогда к чему вот эта самая встреча, которую мы с вами ожидаем 25 мая? Встреча не представителей пусть и ведущих регионов по производству нефти России и Саудовской Аравии, а представителей целого конгломерата энергопроизводителей, где, разумеется, все будут снова пытаться согласовать, выработать общий базис, знаменатель, соглашение, направленное на восстановление баланса на рынке черного золота. Если эта встреча будет исключительно формальной, тогда, друзья, получается, что уже вчерашней новостью мы получили максимальный позитив, наверное, который только мог возникнуть на финансовом рынке. Это максимальный позитив, соответственно, для рынка черного золота, то есть сделка будет продлена, продлена даже больше, чем планировалось, и поэтому рост примерно на 3% в эквиваленте процентам, конечно же, по активам как Brent, так и WTR. Был ли это ожидаемый позитив? Ну, мы допускали, что помимо негативных факторов, конечно же, есть еще то, за что могут цепляться оптимисты. Это как раз вот эта самая сделка. Но мы проводили такой детальный, такой углубленный и тщательный анализ того, будет ли она эффективна, что уже давно пришли к выводу, что даже продление этой сделки не решит проблему с перепроизводством сырья. Потому что единственное, что может разрешить эту проблему, это в корне изменения условий этой сделки, пересмотр самой формации, самого базового концепции. Необходимо уже говорить про больший объем сокращения нефти, не на 1,8, как было согласовано ранее. Потому что совершенно очевидно, что 1,8 миллиона баррелей по совокупной коррекции среди всех участников недостаточно, чтобы нивелировать те выгоды и те объемы добычи, которые мы сейчас получаем из Канады, из Бразилии, из Ливии, из Нигерии и Соединенных Штатов Америки. Потому что эти регионы крайне эффективным образом воспользовались текущей договоренности ОПЕК, крайне эффективно наращивают производство, используют свои производственные мощности и уже по многим показателям переписали для своего региона исторические максимумы. Вы знаете, особенно про какие регионы я сейчас говорю, потому что, к примеру, по Штатам у нас есть возможность с вами следить за этой статистикой регулярно. Лично у меня вопрос, который сейчас возникает уже по факту вчерашних новостей, как к этой инициативе отнесутся проще участники текущего энергетического факта. Конечно же, есть на рынке идея о том, что если что-то озвучивается, скажем, лоббистами, ведущими звеньями, то по принципу цепной реакции, хочешь, не хочешь, но эта идея начинает транслироваться на других. Саудовская Аравия и Россия — это, разумеется, ключевые производители нефти, и можно предположить то, что эта оппозиция, опять же, инициатива по продлению действий энергетического факта, станет должным и для других участников. Но не все так просто, друзья, потому что, опять же, обращаясь на вчерашние комментарии и ответные реакции некоторых государств, когда делал ставку на Казахстан, было четко отмечено, что Казахстан не против поддержать инициативу по продлению действий энергетического факта, но только уже на других условиях. Я думаю, что вот эта формулировка на других условиях, она будет подразумевать не то, что Казахстан хочет сократить побольше нефти, чтобы попытаться своими силами поддержать цены на нефть. Я думаю, что Казахстан будет сейчас стараться отстоять идею более меньших объемов поснижения. И уверен, что такую же позицию озвучат многие страны ближневосточного картеля, которые уже имеют дело с подорванным моральным духом из-за того, что из-за собственных действий они распрощались с определенным процентом доли на глобальном рынке черного золота и подарили этот рынок, по сути, тем же самым штатам, которые прекрасно, как я уже отметил, воспользовались теми возможностями, которые подарил им энергетический факт. Будем следить за новостями по этому вопросу. Безусловно, у нас 25 мая уже не за горами. До этого, скорее всего, будут еще какие-то новости по факту потенциальных договоренностей и вообще касательно данного соглашения. Буду держать вас в курсе, друзья. Но настраиваться на чрезмерный позитив я бы не стал. Потому что, как только сделка 25 мая минует, я думаю, что мы можем собираться с прежними медвежьими факторами и говорить уже, опять же, про наш любимый регион США, который продолжает радовать нас статистикой, обзорами и прогнозами по поводу темпов добычи и производства. Сегодня из регулярной статистики вторник, как вы помните, вечером в 23.30, переходе даже по московскому времени со вторника на среду, у нас релиз, собственно, по запасам, по версии АПИ. Ждем статистику. Сейчас не будем прогнозировать, какую цифру мы увидим, потому что статистики будет очень много. Это запасы бензина, запасы нефти и прогнозы по уровню добычи. Поэтому по нефти, например, мы можем увидеть снижение запасов, в свою очередь по бензину увеличение запасов. Поэтому сработает такой балансирующий эффект. Ну и, конечно же, куда более интересный релиз – это запасная официальная статистика. Мы, разумеется, продолжим за ней следить. Также будем в центре этих событий. И я, как и всегда, беру на себя обязательство, получается, уже в четверг утром рассказать вам обо всем, что сложилось по актуальной статистике сейчас. Но, друзья, еще раз повторяюсь, мы не просто так медведи. Нам рынок уже дал хорошую возможность прокатиться на коррекционном трейде. Мы видели, как котировки быстро могли и преодолели поддержку в 50 долларов за баррель, торговались гораздо ниже. Это сейчас вот этот всплеск позитива, который имел место, точно такое же место быть еще в конце 2016 года, когда мы только готовились к этому энергетическому факту и еще не могли знать, что эта сделка будет неэффективна. Сейчас у нас есть уже опыт руководствоваться прошлым. Этот опыт позволяет нам сейчас с большей бдительностью анализировать те медвежьи факторы, которые есть. И, по крайней мере, осознавать тот факт, что их сила больше, чем сила, которой сейчас могут руководствоваться покупателями. Поэтому по рынку нефти, как и всегда, я ставлю на сэл. Надеюсь, что мы после локальной прокорговки, может быть, даже уже к концу сегодняшней торговой сессии, ну или уже постфактум 25 мая, чуть позже, пойдем уже уверенно ниже и будем целиться в район 40 долларов за баррель. Российская валюта пользуется поддержкой текущего восстановления цен на нефть. Сейчас котировки 56.36, но благополучие рубля очень шатко. Стоит только котировкам нефти развернуться и снова претендовать на тестирование поддержки 50 долларов за баррель. Вы помните, мы обозначили этот уровень как психологический, потому что действительно рубль долгое время стоял на месте, укреплялся, находился на таких достаточных, вызывающих, амбициозных уровнях бодрости. Но как только нефть оказалось ниже полтинника, мы тут же по рублю полетели в район 60 против американцев. Поэтому то же самое может случиться и сейчас. Не стоит свято верить в то, что рубль сейчас, точнее в прошлой неделе, показал лишь минуту слабости и сейчас будет стабильно укрепляться с возможностью переписать даже уровень 55 против доллара и оказаться ниже. Я считаю, что этот сценарий практически невероятен. Европейская валюта растет. Сейчас котировки у нас 1.10. Кто-то разделяет позицию того, что нужно сейчас следить за статистикой. Нужно оценивать программу количественного смягчения, не нужно забывать про последние комментарии драки, не нужно забывать про контраст монетарных политик, расхождение спреда доходности между американскими облигациями и немецкими. Кто-то считает, что сейчас лучше сделать ставку на оценку рыночных настроений. Оба подхода, друзья, абсолютно верны, но с одним лишь исключением. Оценка рыночных настроений – это то, что настраивает на краткосрочный трейдинг, потому что рыночные настроения очень быстро меняются, особенно в моменты тестирования экстремальных значений, как мы наблюдаем сейчас. 1.10 – это очень серьезный уровень, это настоящий рубеж и вызов, в том числе и для покупателей, которые сейчас его тестируют. В то же время таким же мощным уровнем является поддержка 1.05. И мы помним, что сколько бы раз рынок не подходил к этой планке, сил не хватало, чтобы оказаться ниже. Объективно, если сейчас серьезные предпосылки для роста европейской валюты, ну, единственное, что отыгрывать политическую тему, хотя здесь я, пожалуй, сделаю ремарку и встану на сторону оптимистов, потому что есть действительно тот самый настрой политический, позитивный, который может способствовать локальному восстановлению котировок евро. Это мы, собственно, и наблюдаем. Это победа Эммануиля Макрона. И, как вы знаете, может быть, те, кто следит за новостями, уж точно знают, что, как стало известно вчера, победу в одном... В северной Вестфалии, чтобы вы понимали, это Германия, в которой проживает примерно четверть всего населения, а в ходе региональных выборов поддержала победу партия Мерки. То есть, вы помните, я говорил, что как только минует выборы во Франции, мы начнем с вами готовиться к выборам Германии. Так вот, первая ласточка, указывающая на то, что у Меркель по-прежнему все козыри на руках, и нет сомнений, что именно ее партия останет лоббирующей в плане политической элиты, и, может быть, она так и сохранит за собой должность канцлера. Это подтверждение стабильности, это отсутствие рисков неопределенности из-за изменений политической конъюнктуры и, соответственно, позитивных факторов для европейской валюты. Но этот новостной фон вряд ли долговечнее, он тоже больше относится к категории как косрочных, поэтому по европейской валюте я сейчас долгосрочно, как и раньше, советовал бы все-таки присматриваться к продажам. Я лично нахожусь в короткой позиции и буду ждать как минимум отметку 1.05, потому что никак не могу, с учетом всех тех факторов, которые я неоднократно вам озвучивал, поставить на локальное восстановление. Хотя понимают то, что сейчас по классической практике рынка игры большинства и меньшинства, и даже по оценке индикатора Кайман, думаю, что вы за ним поглядываете, вам доступно в рамках нашей компании, есть возможность поспекулировать на как косрочном вычьем ралли, потому что сейчас очень много трейдеров, точнее, подавляющее большинство трейдеров продают. Но думаю, что чуть выше отметки 1.10, 1.10.50 настроения начнут очень резко меняться. И если вы следите за настроениями, вы не должны проморгать дослом оппозиционирование, когда на рынке начнут отстаивать лобби уже продавцы. И большая часть трейдеров предпочтут поспекулировать на покупках, считая то, что пробой отметки 1.10 – это открытая дорога к тестированию европейской валюты в уровне 1.15 или еще выше. Я этот сценарий считаю абсолютно невероятным сейчас, хотя все может быть, как и раньше, настаивая на то, что европейская валюта, сохраняя все предпосылки для аутсайдера, должна все-таки вернуться на землю и оказаться ниже планки 1.10. Доллар японский, Лена. Вкратце я уже сказал про доллар, который вчера вырос, даже несмотря на риски геополитической напряженности вследствие того, что в Северной Корее, как вы знаете, прошли испытания новокополистических ракет, между прочим, которые способны внести и ядерные боеголовки. Также за счет, в принципе, можно было поставить на рост японской валюты из-за таких панических настроений, которые, в принципе, вполне могли бы распространиться на рынке, из-за вот кибератаки, которую все знают, вследствие которой были блокированы работы десятков тысяч компьютеров по всему миру. Однако эти риски были абсолютно полностью проигнорированы, трейдеры не поддались страхам и продолжили покупать американцев, даже невзирая на ту статистику, которую мы получили в пятницу по индексу потребительских цен, вроде бы как слабому и, соответственно, способному повлиять на решение ФРС. Но поскольку доходности американских трейджерис растут, я хочу сделать вам следующее. Хочу отметить то, что рост доходности американских трейджерис – это явное отражение того, что последняя фундаментальная фонда статистика не повлияла на решение ФРС потенциальное решение относительно процентной ставки. Поэтому мы, как и раньше, готовимся к июню, готовимся к тому, что ФРС поднимет ставку, а значит доллар и японская иена, вопреки всех тех геополитических рисков, которые я назвал, сохраняет, как и раньше, очень хорошие шансы на восстановление. По доллару и японская иена, друзья, как и раньше, покупают. Фонд против доллара. На прошлой неделе, как вы знаете, состоялось заседание Банка Англии, в ходе которого было принято решение не изменять денежную кредитную политику, и Банк Англии подтвердил стагнацию заработных плат, крайне высокие значения инфляции и вследствие этого пересмотрел прогнозы по экономическому росту с 2 до 1,9%. Сегодня, друзья, на повестке дня очень важный отчет в 11.30, буквально через час 45, ни в коем случае его не пропустите, потому что с 90% вероятностью мы должны увидеть рост индекса потребительских цен. И если руководствоваться той практикой и теми комментариями, заявлениями, которые мы слышали от Банка Англии в ходе прошлой недели, дальнейший рост индекса потребительских цен – это еще больший тормоз для потребительской активности, и самая настоящая предпосылка говорит о том, что ВВП может потерять еще не меньше 0,2-0,3% до конца этого года и оказаться на уровне не 1,9%, как сейчас прогнозируют, а на отметке 1,7%. Поэтому сегодня не стоит недооценивать важность статистики по инфляции Англии. Я считаю то, что если мы в годовом выражении получим прирост на 0,1% или лучше даже, на 0,2%, на что я лично закладываюсь субъективно, полагаю, что именно на этот уровень мы, скорее всего, и увидим прирост, этой статистики может быть достаточно, чтобы толкнуть фунта вниз, потому что мы находимся в короткой позиции и будет крайне парадоксально сегодня увидеть на статистике по росту инфляции восстановление британца. Давайте не будем каркать сейчас, будем все-таки руководствоваться логикой и рассчитывать на то, что трейдеры также подойдут к сегодняшнему отсчету с большим логическим, таким объективным подходом и надавят на котировки британца против доллара. Сейчас актив торгуется на отметке 1,2920. Я считаю то, что сегодня мы можем закрыть сессию рядом с поддержкой 1,28. Доллар канадец. Вчера пара потеряла больше, чем фигуру, поскольку канадская валюта серьезно окрепла сразу же после заявлений министров энергетики Саудовской Аравии и России о продлении действий энергетического пакта. На этой неделе в пятницу у нас данные по инфляции по Канаде. Я пока рекомендую сохранять выжидательную позицию. Мы по USDK уже отошли от локальных экстремов, друзья, и постепенно смещаемся в район 1,35. Если нам повезет добраться до поддержки 1,35, вот оттуда я рекомендую незамедлительно покупать эту валютную пару, потому что по нефти мы в любом случае развернемся. А на канадце, судя по всему, котировки нефти сейчас оказывают самое большое влияние. Доллар франка. На прошлой неделе, как вы знаете, к сожалению, я отсутствовал, но моя рекомендация сводилась к тому, чтобы добраться до паритетного значения. Надеюсь, что вы воспользовались этой рекомендацией. Мы достигли паритета и даже добрались до отметки 1,01. Сейчас торгуемся ниже. Я надеюсь, что вы уже смогли заработать на этой сделке. И учитывая то, что сейчас в паре доллар-франка мы находимся на отметке 0,9945, я снова рекомендую вам покупать этот дуэт валютных активов и снова ставить на паритет. Австралийский доллар сейчас растет даже вопреки тем протоколам, которые вышли несколько часов назад. В протоколах снова было сказано про негативные последствия для экономики из-за кризиса, которые имеют место быть на рынке недвижимости, и кризиса в связи с задолженностью домохозяйства. Особые опасения вызывают те проблемы, которые наблюдаются сейчас в водосле ипотечных займов. И это тоже, друзья, не пустой звук. Возможно, австралийцы сейчас пользуются поддержкой роста и восстановления цен на железную руду, на мете. Но поскольку эта тенденция, уверен, не долговечна, по нефти развернемся, также, скорее всего, и по этому сырью пойдем вниз, и австралийцы тут же вспомнят про вот эти негативные факторы, начиная от протоколов и окончая на перспектив слабости китайской экономики, в чем мы, в принципе, не сомневаемся, поскольку в понедельник вчера утром мы получили целый блок очень удручающей статистики по промышленному производству, капиталовложениям и розничным продажам. Поэтому все по-прежнему на рынке указывают против новозеландца и австралийца. Надеюсь, что вы не отказываетесь от коротких позиций и под этим инструментом. Американский фондовый рынок снова переписывает исторические максимумы. Это тоже в конве нашей с вами идеи, в русле тех ожиданий, которых мы придерживались, но это еще не потолок. Уверен, что не меньше 5% мы сможем еще у рынка взять, потому что впереди большие подробности по налоговой реформе, и впереди действия ФРС по ужесточению монетарной политики. А мы понимаем, что сейчас фондовики к росту процентных ставок относятся не совсем обычным образом. Это не негативный фактор для них. Рост процентных ставок воспринимается как следствие того, что американская экономика настолько в хорошем состоянии, что способна переживать даже такие серьезные и, казалось бы, глобальные потрясения внутренней конъюнктуры. По американскому фондовому рынку, как и раньше, мы должны находиться в длинных сделках, и, уверяю, прибыль не заставит себя долго ждать уже в самые ближайшие месяцы. Мы не раз еще перепишем исторический карт. Друзья, снова возвращаю нашу добрую традицию по поводу кодовых слов. На сегодня это разворот, величина полностью 16%, действует он на пополнение. Обычно это происходит, щедро на эти слова, тогда, когда на рынке начинают зашкаливать волатильность, и, конечно же, трейдерам нужно дать дополнительные возможности повысить покупательскую способность депозита. Вот как раз этим я сейчас и воспользуюсь. Если есть в этом необходимость, пожалуйста, кодовое слово специально для вас. Все, что нужно сделать, это связаться с вашим персональным менеджером и поменять слово, соответственно, на бонус. Друзья, на этом все. Хочу пожелать вам удачной торговой сессии. Не забывайте о том, что я всегда с вами. Завтра мы увидимся снова в 9.30 по Москве. Жду ваших вопросов, комментариев, ну и, конечно же, лайков на форуме Амаркетс и на канале на YouTube. Не стесняйтесь, спрашивайте все, что вас интересует. Задавайте вопросы по тем активам, которые я не освещаю, которые выпадают из поля нашего зрения. Буду хотя бы формать вот такой словесной текстовой беседы, но давать вам информационную фундаментальную поддержку. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...